да итак сегодня я приготовлю обед за 200 рублей как всегда я возьму максимально простые продукты и сделаю из них два фантастических блюда они будут безумно вкусными иногда я использую чуть более дорогие продукты но использую их совсем чуть-чуть чтобы они помогли раскрыть вкус основных продуктов и конечно же самое главное все это будет стоить дешевле 200 рублей и сегодня я приготовлю салат из корнеплодов и сделаю к нему классический но безумно вкусный сливочный соус я покажу вам маленький секрет как сделать простой но очень-очень вкусный сливочный соус и на горячее это будет чуть более необычное блюдо я сделаю филе зубатки с классным таким фруктово-розмариновым соусом и к нему сделаю черную чечевицу приготовлю черную чечевицу расскажу вам пару своих секретов как я делаю вкусно черную чечевицу и так для начала я сделаю соус соус к рыбе рыбу я буду запекать минут наверное 15 примерно у меня довольно толстый такой кусочек и сегодня я сделаю на одну порцию для соуса мне понадобятся яблоки просто отрезал два кусочка и теперь порежу его ломтиками теперь мне понадобится сковорода я думаю в ней будет удобнее просто будет намного лучше лучше видно что же я делаю и вообще зачем я все это делаю так теперь яблоко я порезал и теперь мне нужно сделать филе апельсина то есть я сейчас отрежу удалю цедру цедру с апельсина ни в коем случае не выкидывайте ее она очень цена в любых рецептах даже в обедах в чем угодно другом все я срезаю срезаю филе отлично беру его в сторону а то вдруг что-нибудь да придумается все и теперь до конца сейчас удалю от всех белых частей и само филе собственно само филе нужно просто аккуратно ножом достать вот такие вот красивые филешки апельсина с ними работать намного удобнее одного апельсина будет достаточно для соуса соус я приготовлю на основе апельсиново-размаринового сиропа и теперь высыпаю яблоки яблоки необходимо хорошенько обжарить и сюда добавлю чуть-чуть оливкового масла так сюда кладу тимьян и конечно розмарин розмарина побольше прямо побольше побольше розмарина сюда же апельсин то самое филе апельсина который я нарезал и из того что у меня осталось из этого уже остатков от апельсина просто выжимаю сок прямо в сковороду максимально чувство выжимаете сок чем более чувство вы его выжимаете тем вкуснее получится у вас блюдо поверьте мне сюда немного воды и сахар и сейчас сахар растворится у меня получится розмариновый апельсиновый сироп потому что там апельсиновый сок сахар и конечно же розмарин и в этом чудеснейшем сиропе будет томиться яблоко и апельсин будет восхитительное сопровождение к зубатке вообще у зубатки на самом деле довольно такой ярко выраженный аромат свой собственный и немногим он нравится на самом деле потому что как бы кто не готовил зубатку все равно чувствуется что это не очень дорогая рыба и мы часто исправим мы это исправим потому что мы сделаем к ней такой удивительный соус что зубатку никто не отличит от какой-нибудь очень очень дорогой и вкусной рыбы пока готовится сироп уберу сковороду и приготовлю чечевицу с добавлением сливок но не только с ними чечевица у нее очень необычный вкус и визуально чечевица очень похожа на черную икру поэтому она называется чечевица белуга как сорт черной икры так вот мне необходим будет лук и чеснок разумеется для начала я очищу лук и порежу его ну буквально половинку даже наверно меньше порежу его на совсем мелкие мелкие части так убираю пока лишний лишний лук но не забываю про сироп может добавить еще не немножечко сахара чтобы сироп чуть подзагустел вот если у вас есть какие-то любимые специи вроде не знаю корицы чего-то чего-то похожего мускатный орех добавьте прямо туда лишним не будет совершенно точно мелко-мелко порежу лук очень мелко чтобы он не ощущался уже в готовой чечевице ну и конечно чеснок разумеется один зубчик чеснока напомню сегодня готовлю на одну порцию хотя обычно люблю готовить на две все разогревается масло в него закидываю чеснок и лук сюда веточку тимьяна чтобы еще был более более мощный мощный аромат и немного еще оливкового масла сюда же чечевицу вот она красивейшая черная чечевица на одну порцию достаточно ну я думаю каких-то 100 грамм может даже меньше в зависимости от того насколько вы голодны черная чечевица в отличие от остальных намного дольше будет готовится примерно как перловка но обжариваю сейчас на довольно сильном огне я уже обеспечишь себе гораздо меньший срок приготовления чечевицы намного меньше все и сюда заливаю воду и теперь можно заняться зубаткой у зубатки очень забавная такая забавная шкурка пятнистая поэтому я часто не снимаю с кожи рыбу есть думаю сейчас я поступлю именно так и отрезаю себе кусочек на одну порцию кладу его прямо в миску сюда же немного оливкового масла соль сразу посолю все и как раз рыба успеет промариноваться хорошенько за это время и конечно смесь перцев самое главное самый мой любимый момент сейчас соус который уже подошел на сковороде уже вот он совсем готов красивый такой аккуратный сироп в бешеный аромат розмарина и такая четкая совершенно четкая кислинка от апельсина и просто выкладываю сверху на рыбу немного свежего сиропа оставлю позже для украшения и ставлю рыбу в духовку духовку у меня стоит примерно на 180 градусов где-то на 15 минут я довольно толстый кусок 15 минут будет более чем достаточно за это время рыба вся пропитается этими соками розмарин апельсин яблоко будет просто удивительный волшебный вкус и теперь салат для начала тыква я думаю мне довольно небольшой кусочек тыквы будет необходим порежу его довольно мелко это будет теплый салат то есть я буду обжаривать все эти компоненты на сковороде я бы даже сказал кто-то может назвать это не салатом а например где-нибудь сатэ или рагу из корнеплодов но и тыквы в данном случае вот поэтому я бы хотел сделать его теплым именно таким я его и сделаю для начала очищаю очищаю тыкву и порежу довольно мелко все порезал я тыкву и сейчас все это насколько возможно мелким кубиком порежу и таким образом она довольно быстро быстро обжарится быстро обменяется всеми вкусами и ароматами вместе с остальными с остальными компонентами вот ну и просто будет намного более симпатично выглядеть вот я даже думаю немножко тыквы я оставлю чтобы положить ее в салат в сыром виде я думаю так будет тоже отлично будет два по сути вида вида тыквы так теперь пастернак чудесный пастернак тоже продукт по сути забытый и мало рецепта вместе с пастернаком я уже не говорю о том что в насколько малом количестве ресторанов можно его увидеть в меню вот но это конечно это весьма грустно потому что продукт удивительный продукт совершенно волшебный и на уровне я не знаю с морковкой с любым другим корнеплодом может использоваться в огромном количестве блюд у него довольно сладковатый такой аромат и вкус и стоит он более чем вменяемых денег он стоит действительно недорого особенно в сезон поэтому обязательно купите обязательно попробуйте ну я не знаю хотя бы самые не знаю самый банальный просто салат из свежего свежего пастернака сделать я не знаю пастернаковое молоко молочный суп из пастернака что угодно у него очень приятный и нежный вкус я думаю не знаю может быть даже более приятный чем у большинства тех корнеплодов которые мы используем каждый день я хочу показать вам что можно сделать что-то необычное то чем вы сможете не только удивиться но и удивить все своих друзей удивить теми рецептами которые я вам покажу абсолютно всеми так теперь морковка тоже будет у меня в салате сегодня тоже морковки совсем чуть-чуть будет все-таки одна порция напомню сегодня готовлю на одну порцию порцию салата если у вас есть например комбайн или какая-нибудь какая-нибудь другая установка какое-нибудь приспособление для нарезки фруктов и овощей воспользуйтесь им я думаю так вы нарежете все компоненты которые я сейчас режу с превеликим трудом довольно быстро я в этом совершенно уверен в этом наверное и плюс их основное назначение всех этих приспособлений для резки и таким образом вы очень быстро приготовить свой прекрасный обед но это не просто обед я готовлю обед за 200 рублей все что я сейчас делаю все эти прекрасные волшебные корнеплоды все компоненты черная чечевица в которой я добавляю воду сейчас чтобы она сварилась окончательно даже она и зубатка этот соус великолепный розмариновый все укладывается в цену 200 рублей полностью все это не это не может не удивлять не может не радовать вкусный классный необычный и оригинальный обед ровно 200 рублей не больше может быть меньше и так немного оливкового масла в сковороду добавлю в него небольшое совсем количество лука совсем небольшое буквально одну такую часть мелко рубленого разумеется все масло разогрелось и закидываю сюда все корнеплоды которые я нарезал ну получилась такая очень яркая разноцветная смесь с очень богатым вкусом и ароматом и конечно чеснок чеснок который сейчас добавит только прекрасных ароматов очень или изысканных утонченных ароматов в мой будущий теплый салат зубчик чеснока очищаю также мелко порежу и все чеснок отправляется также в сковороду возьму немного лайма и добавлю его в основу для салата в жареные мои корнеплоды и тыкву чуть-чуть так я уверен будет намного вкуснее сюда же веточку тимьяна довольно большую который потом я достану обязательно теперь чечевица как там дела у чечевицы да точно готова и теперь немного сливок добавляю сюда же все теперь она протушится в сливках хорошенько сразу стало такого белого цвета очень здорово на самом деле делать в сливках чечевицу особенно белугу потому что на белом фоне сливочном видны эти зерна которые как я говорил похоже чем на черную икру теперь корнеплоды нужно посолить да и теперь немного немного перца на самом деле корнеплоды готовы заливаю сюда немного воды чтобы остудить сковороду как видите она уже хорошенько раскалена еще немного воды и конечно сливки добавляю немного сливок фактически готов мой обед сегодняшний за 200 200 рублей начну с салата моего теплого теплого салата выкладываю сначала сначала его тарелку и там уже на подходе на подходе уже зубатка аккуратно до сегодня готовил на одну порцию такой вот на самом деле мне кажется издалека даже не отличит какого-нибудь столичного салата визуально очень похож и сюда же немного свежих свежих овощей чуть-чуть я думаю будет отлично контрастировать теперь чечевицу я ее не солил сегодня самое время это сделать и и конечно перец смесь пяти перцев все хорошенько перемешиваю достаю отсюда тимьян и выкладываю чечевицу в тарелку красивая густая такая черно-серая масса очень ароматная бешено ароматная и конечно зубатка который уже готова достаю ее из духовки отлично зубатку прямо вместе с фруктами которыми она запекалась просто выкладываю сверху на чечевицу просто превосходно и так все мой обед за 200 рублей готов сегодня это был теплый салат с корнеплодами в сливочном соусе и черная чечевица с зубаткой и чудесным апельсиново-розмариновым соусом и самое главное все это стоит честные 200 рублей а и Субтитры подогнал «Симон»